В Амазонской сельве я читал вот эту книгу про нашего самого знаменитого тверского путешественника Афанасия Никитина. Это заметки о хождении на три моря. Я ее взял с собой, мне ее подарила Жулиза Рянова, мой подписчик из Инстаграм. И я всю эту книгу прочитал. И хочу сказать, что наш знаменитый земляк, который в этом году исполнилось 550 лет, это суперчеловек. Потому что со времени путешествия все изменилось. Как он добрался до Индии пешком, все его приключения, как его пытались обратить другую веру, как у него забирали коня в декане и так далее. Это человек, который сделал историю своими собственными руками. И я горд, что я являюсь земляком этого знаменитого человека Афанасия Никитина. Я не понял, немножко это для себя читал или индейцам Матес? Индейцам невозможно это читать, потому что, во-первых, они слабо понимают, что такое книги вообще. А во-вторых, я им там читал Владимира Маяковского. Вот Владимира Маяковского они слушали. А что они слушали? Какие стихи? Вам. Вот это вот замечательный его такой, не знаю, наверное, вызов даже обществу. То есть вам, проживающим за Оргией Оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию узнавать из столбцов газет. В общем, они прониклись вот этим рубленым слогом Владимира Маяковского. Так что теперь Матес знает не только об Афанасе Никитине, не только о Твери, они тоже знают, но и о Владимире Маяковском. То есть еще моя цель была привнести некое, может быть, знание о русской культуре, именно Тверской области, потому что я единственный житель Тверской области, который побывал в верховьях реки Лобаяку у индейцев Матес. Это абсолютный факт.